Меня князь зовут. Князь? Да. Будем знакомы. Ты цыган? Я лорд. Да, да. Я лорд. Товест Бахталов. Товест Товест Бахталов. Не понял. А кто мою машину выкатил? Кто-то вообще сидит в машине. Ребята, что-то еще происходит? Мальчик! Мальчик, это чужая машина! Что ты здесь делаешь? Ля, какой-то странный, ребята. Вы такое видели? Меня чуть машина не сбила из-за тебя. Ты видел? Жопой сдает. Здравствуйте, Амигос. Добрый день. Как дела? У нас и Рэй, все хорошо. А, так и вот оно что. Вот твоя натура. Ребята, у нас на YouTube-канале лавка удовольствий нереальный. Единственный в своем роде. Демократический. Миллионер. Интригант. Мачо. Мучо. Брехун. Елена, бедненько, несет кофе. Ну, а кто должен? Миллионер бегать? И на капот не поставишь, да, Лен? Он кривой. Давай, что взять? Давай, давай. Ребята, поймал здесь пленного немца. Ведет меня вот по польской барахолке. Какой-то город, ты сказал? Вацлав. Люблин. Краков. Врослав. Ага. Врослав. Лен, как по-польски будет 10, я тебя учил. Я уже забыла. Запомните, ребят, вдруг вам когда-то пригодится. По-польски 10 будет 10. Красиво покажу, какие здесь бильярд. Я сейчас лоб седать, это разложу, если хочешь. Станы мачасы, нам надо в Харьков ехать, воювать. Ой, ловите. Шахматы у вас так. Монеты, 5 копеек. А вы их перебирали? Есть там 94-го? Ну, перебирали. Все перебирали, да? Все перебирали. Я понял. Точно там, хорошая. Гитарка. А камня нет, почему? Кальянчики. Любимая. Я, знаешь, уже от барахолки отвык. Честно. Перекупщик. А я и не привыкала. В деле. Я вижу. Я сейчас его наберу. Что-то Эльдар нашел хорошего. Может, смотри. Интересно. Ой, блин. Вот это старость уже. Смотри, это уже старость. Гвардия новенькая. Значки. Уже в лавку захотелось. Сейчас поедем. Идем дальше, посмотрим, что тут есть. А еще там разное. Немножко. Золото-бриллианты. Это золото-бриллианты. Хорошо, идем. Сколько? Полтарушка. Ну, там цены. Что там, Эльдар? Нашел. Ты хочешь себе обувь прикупить? Вот эту. Я хочу вот это, подарок. Сделать тебе Эльдар. А, мне Элене? Не, вот сейчас это не модно. Ну, а сейчас о моде не нужно. Хаки нужны. Вот Эльдар. Сейчас можно говорить. О комфорте. Молодец ты. Ну, зато честно. Марки. А есть марка у вас про русский корабль? Нет. Современный. А сколько? У вас по одной. По одной. А сколько? 100 долларов в дому. Нашли. Ну, за 6 штучек блок. Скидки. 3 тысячи. Мало? Ну, я не знаю. В банке стоит 300 гривен. Так, ну что, куда? Пластинки, погоны. Вот он весь антиквариат, Эльдар. Какой-то ж под баллоны. Украины, Полтава, Шевроны. Видишь, есть какие разные. Сошли пока не позже. Смотри, арбалет какой. Эльдар. Вот. Ружбайка. Что ты говоришь, Эльдар? Я говорю, как тебе барахолка в покупке? Два человека? Два с половиной человека? Если купить вам. Так ты только обещаешь. Я только думал, все, буду сегодня в новых педалях домой поеду. Лена, она что туда убежала? Лена сказала, кофе пошла нам кофе взять. А, кофе. Ребятушки, в общем, что-то Польша, Эльдарова мне не очень. Вот. Не очень, потому что здесь много украинцев. Поедем в нас, васлы. Да, поедем дальше. Книжный рынок. А вот можешь, Эльдар, готовить, кушать. Это, по-моему, книга не для продажи, да? Это АТБ. Да, да, это они. АТБ. Ну, люди выносят свои девочки. А сколько такая книга? Сотка. Сотка. Они стоят тура. Штриккин, хаккин, стиккин. Забрал. Книгу забрал. Это потому что автор? Да. Потому что автор, у меня братан, шеф-повар, и я Пашке подарю. Пашка, тебе везу книгу. Ты смотришь наш канал? Да. Приятно. А что она тут? Целенькая, чем я? Ну, Лин, подержи. Давай. Классная статуэтка, только. А что она сколько? Склеена. Короче, у вас все по 50. Ковальдар. Что? Заберу 50 гривен. Булава? Ну, 50 гривен, шеф-повар. 50 гривен. Красавчик. Видео смотрите? Можно я? Опять не узнали. Ну и что тебе больше всего нравится на канале? На канале очень хорошо. История вы рассказываете, открываете. Особенно украинские монеты вы хорошо рассказываете. Спасибо. Приятно, приятно. А этот тип, что рассказывает? Что вам нравится? Украинский. А! Не, я не первый раз, но сейчас приехали по военным делам. Я вижу ваши, что вы помогаете, конечно. Мне приятно, что вы смотрите. Не вешу. Саша меня зовут. Меня князь зовут. Князь? Да. Будем знакомы. Ты цыган? Я лорд. Да, да. Я лорд. Товес Бахтао. Товес Киза Бахтао. Я вижу на инку, ты хорошо. Вы там помогаете, бабушка там всему. Очень хорошо. Спасибо, мне приятно. Ждут вам здоровья и к вашим детям. Спасибо большое. И на праздники ваши родители ставят. Да ты что. И древесер много ваших. У меня и друзья цыгане сейчас вместе тоже помогают у нас там на убежище. Поэтому работают. Да, цыгане там тоже. Они там тоже на барахолах торгуют. И жены там есть. У тебя как фамилия? Аглы? Аглы. Аглы? Аглы. Я понял. Сека, привет тебе передают. Я буду лайк. Привет передают родственники. А, да? Мы тут убыли. А, да? Да, я в главе. Он посмел. Он говорит. Понял, понял. Как не знаю. Ну, наши тоже знают. Цыгана скажут об снязи-обороны. Он посмотрит. Он посмотрит. Меня цыгане все смотрят. Очень прекрасно. Дай Бог вам здоровья. Вам так же. Держитесь. Берегите самым народом. Приятно, что отношение к харьковчанам здесь у людей такое. Конечно. Очень приятно. Как человеком должен всю жизнь приятно быть. Согласен. Согласен. Приятно. Удачи тебе. Все, побежали. Давай. А мы не прощаемся. Посмотришь. Завтра посмотришь ролик. Давай. По барахолке, по барахолке. Смотри, сколько это. Красиво. Красотища. А вот такого у меня не было у Кутыша. Это какой-то новодельный, да? 50-й год. И сколько он стоит? Внутри. Ого. А найдите где-нибудь. А я такого не видел никого. Я думал, что... Ты не найдете такого. Я понял, красота. А ну, возьмете или я... Ставься, ой-ой-ой. А то я этой, чтобы кошельком не зацепил. Красиво. Вот эти вот парочка. Там ценник. Где? 750 или 150? 150. Ой. Красивая такая. Я такую не видел. Легкая. Как-как? И ворскла. А это полтавская тематика, да? И сколько пара стоит? 50 рублей. Пара 150 гривен. Она это ворскла, речка. А не без дефектов? Без. 150 гривен. 150 гривен парочка. Псел и ворскла. Так, 150 мы посетили. Да. Да. Давайте заберу у вас красотищу. А вы как-нибудь, чтобы я не побил ее, сделаете? Я сделаю. Ребятушки. Ребятушки. Выставим вот такой вот благотворительный лот. 150 гривен. Выставлю его с одной гривны. И вот деньги, которые накидаете, отправим на гуманитарную помощь. Сделаем розыгрыш такой. Выставлю его на платформу Виолити. Поэтому, смотрите, парочка вот такая красивая. Там где-то на донышке я видел небольшая отсяточка. Но особо она не влияет на красоту данной композиции. Я считаю, что 150 гривен это бесплатно. Вот. Сейчас посмотрим. А Эльдар там, да? Простили, он не сдержался. Ну а что делать? Красивая парочка. Так, тримайте, а я денежку достану. Здесь тоже и статуэтки, и часов, и тьма, и пантеры, и пумы. Пожалуйста, тебе и слоны разные. Красотища. Красотища. Узнаю Эльдара, в обморок падает. Ему сказали, что, Эльдар, ты что, день не считаешь, или вкладыши? Мне стыдно, Саша, почему-то. Снимаешь ты, я стыдно мне. А я статуэтки купил красивые. Уже? Да. Так я шучу, что надо выбирать. Это ж не так, что пришел. Красотища какая. Это старый какой-то, да, реально? Казарненький, да. Лен, не вздыхай. Мне просто понравился. Мне просто понравился. Вот это где-то интересное масло. Сонос с овчаркой. Далее. Класс. Класс. Что получается? Ух ты, ребята. Смотрите, какая вещь. Четыре страны стоит. Лучше. Да? Вы такое видели? Я не задышу. Вот учите, что нужно покупать. Символ Украины. Что нужно, что настоящий перепутчик покупает. Так. Не какие-то вкладыши, этикетки, масленица, Индия, латун. Это все пользуется популярностью европейская. Ты красавчик, что же я сделаю? А мне вот нравится, Эльдар, смотри. Я вижу вашу. Ты смотришь для... У тебя, как это называется? Только деньги на уме. А искусство, посмотри, как красиво. История. Русский корабль пошел, видишь, куда? Я это уже давно. Видишь? Сейчас я тебе покажу на этом, Эльдар. Вот, на кепке, посмотри. Видишь, куда? Увидел? Ой. Красота. А расскажите мне, что сколько стоит из картин? Две с половиной. Так. А вот это? Те по две тысячи. По две тысячи. Ребятушки, я вам покажу, где находится магазин. Вот, если им цыгану, украл Тарабы. А, да. Это же подписная, да. Румалы. Товес Бахталон. Посмотрите, только что с вами познакомился в Полтаве. А то Херсон. И вот, пожалуйста. Такая красота. Две тысячи, две тысячи, две с половиной тысячи. Приходите. А это кто рисовал? Полтарская девочка, художник. Надо выручать таланты, ребята, поэтому. Икона такая красивая. Я понял. Пахнет краской. Видно, что новый магазин. Да. Да. Три барышни. Надо, надо, все надо. Покажи мне глазочками. Надей, ты бы вчера взял еще мне это самое. Это какая-то новодельная, да? Да я целого бы нет. Мне похоже на новодельную. По покрасу. Оно какое-то лицо такое. Блокадница называется. Помнишь, у нас была такая. А сколько стоит? 700. 700. Саш, здесь нет новодела, запомни. Нет, ну я бы не стал, что это новодельный. Ах, ну, старый человек принес или где-то купили? Нет, старый. Да? Ну, в первых. И сколько они все еще? Кучку. Хотелось бы. Такое я вообще никогда не видел. Ну, 250. А это не скажете, как называется? 250. А, 250 гривен? Как называется она? Не подскажу. Не знаешь? Не смотрел? Мальчик с листиком. Сколько она стоит? 800. Я такое никогда не видел, не знаю, что это. А почему решили антикварную лавку открыть? Это что, я в теме 12 лет. Я сейчас и коллекционирую. Ставлю ручные, карманные. Скажу в килограммах, килограмм 70, чтобы было понятно. Да, вы что? Ничего себе. А что вот это такое со шпилем, шлем? Что это такое? Это тоже старый? Да, но там часть оригинала, часть новодела. Класс. Австрийский. Серёж, а 200? Держите. Держите. Почему у нас все равно? Ребятушки, вот хозяин, владелец магазина. Тоже родные. По картинам обязательно заедите. Да, я вижу, бляхи вижу. Вот это левый, вот эти родные. А, я думал, 50, а если в долг 300, Эльдар. Ой, красивые броши. Девочки, смотрите. Где вилка нужна? Я себе хочу... Какая красота. Нет, нет, а вон подлинный на разы. Людква, как он будет родная. Обалденные. Не много было их. Видно сразу по-приму. Девчонки. Смотрите, что здесь творится по брошкам. Да. Вы еще и поиском занимаетесь? Да, купил и с деоутс, а вышел с ним, наверное, раза в три. Я понял. Такого типа, как бы, хочется, но... Смотри, купил, купил. 50 рубчиков. Перо. Это зона, скорее всего. Да, или самодельная, самодурская, пика. Ну, ты же, как обычно, за миллион будешь продавать? Ну, где-то 750 гривен будет. Класс. А за 700 отдашь? Нет. Понял. Что, Эльдар, ты жалуйся? Да, мало делают уступки. Так тебе вообще в полцены все отдали. Ну, это мало. Ага, я понял. Ну, не знаю, Эльдар. Жалуется, идет... Даже перекупщик должен благодарить такого покупателя, как я. Молиться должен. Идет, как бабка старая. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Невозможно его слушать. Я вот это с ним побывал на барахолке, думаю, бедные у нас на благбазе люди, которым Эльдар нервы делает. Поэтому они стали такими, какими они есть сегодня на барахолке на нашей. Это точно. С ума сошли. Ребят, в общем, выставлю лот, покажу вам две статуэточки. Посмотрите, как мы провели барахолку. Посмотрите, проследите за ней, сколько он наберет. Вот. И при вас пополню кому-нибудь, какому-нибудь нуждающемуся человеку счет. Ну, или вы знаете. Что напишите, так и сделаем. Вот. От Эльдара всем привет. Сделай глаза, как я люблю сделать. Вот. В общем, рад был его увидеть, ребята. В натуре встречаемся. Раз в год. При войне. Действительно, уже два месяца я его не видел. Реезжайте к нам, друзья. Да. Подписывайтесь на наш канал. Теперь это наш общий канал. Подписывайтесь. Мирно. Люди здесь, как будто войны нет. Вот. Сейчас, как представишь, уже за Харьковом скучаю, уже переживаю за родных. Держимся. Продолжение следует.